Всем привет! В прошлом видео многие из вас писали о том, чтобы я рассказал про устройство органических светодиодов, а также OLED-экранов. Что ж, думаю это не проблема. Хочу вам сразу сказать о том, что я не специалист в этой области, так что в видео могут быть некоторые неточности. Для начала я хочу рассказать вам об устройстве старых добрых жидкокристаллических экранов, чтобы вы поняли всю разницу. Дело в том, что привычные нам всем жидкокристаллические экраны, будь то экраны ТН или IPS типа, для того чтобы изображение на них было хорошо видно, нуждаются во внешнем источнике света, то есть подсветке. Источник света, будь то флуоресцентные лампы, как в более старых экранах или светодиоды, как в новых, излучают свет определенного цвета, который сначала проходит через поляризационную пленку. Если говорить упрощенно, то поляризатор пропускает свет только в одной плоскости колебания волны. Далее поляризованный свет проходит через слой транзисторов и жидких кристаллов. Жидкие кристаллы под воздействием электричества могут менять свою ориентацию, тем самым либо блокируя поляризованный свет, либо пропуская его. После этого свет проходит через цветовые фильтры, дающие привычные глазу RGB изображения, то есть свет делится на красный, синий и зеленые цвета. Такие цвета выбраны не случайно, ведь именно в таких цветах человек видит мир из-за наличия в глазу трех видов колбочек, то есть специальных фоторецепторов, расположенных на сетчатке. Колбочки С типа чувствительны к синему спектру цвета, колбочки М типа к зеленому, а колбочки Л типа к красному. В итоге цвет, проходящий через дисплей, становится идеальным для восприятия человеческим глазом. Однако в жидкокристаллическом дисплее стоит еще один поляризатор, пропускающий только цвет нужной ориентации волны, после чего изображение на экране уже становится видным глазу. Без второго поляризатора экран будет просто белым. Существует несколько типов жидкокристаллических экранов, отличающихся лишь расположением транзисторов, типом подсветки, а также некоторыми дополнениями. Однако все же базовый принцип в них не меняется. Хочу рассказать про спонсора данного видео, компанию Kingston. Ко мне в руки тут попал недавно их SSD накопитель A400. Я давно пользуюсь продуктами Kingston и очень ими доволен. В отличие от жестких дисков, у SSD внутри нет подвижных частей, зато и ломаться тут нечему. У него скорость чтения до 500 мегабайт в секунду и записи до 350 мегабайт в секунду. Установка SSD это самый простой недорогой способ ускорить свой компьютер или ноутбук. Кстати, у компании Kingston есть свой канал на YouTube. Они там рассказывают много интересного, а также проводят конкурсы, где можно выиграть в частности вот такой SSD. Так что подписывайтесь скорее, ссылка в описании. А мы продолжаем. Теперь, когда вы поняли основной принцип работы жидкокристаллических экранов, перейдем к более новому типу, к OLED-дисплеям, построенным на принципе органических светодиодов. Главное отличие этого типа экранов от жидкокристаллических в том, что они не нуждаются в подсветке. Свет излучают сами пикселы. Название OLED на самом деле произошло от английского Organic Light Emitting Diode. Схему устройства такого типа дисплея вы сейчас видите на экране, которая, как обычный светодиод, построена по принципу PN-перехода. В начале дисплея находится анод. Чаще всего им служит слой оксида олова Индия, который наносится на стекло, или полимидный пластик, которому можно придать, например, закругленную форму. Дальше следующим слоем идет донор так называемых дырок, которым обычно служит слой вещества, сокращенно называемым PNB, формулу которого вы видите на экране. Следующими наносятся слои других веществ, люминофоров, дающие синий, зеленый или красный спектры цвета. Например, для создания красного цвета используют комплексы Европе. Для зеленого цвета могут использоваться комплексы Иридия или органические соединения. Для создания синего цвета обычно используют тонкий слой напаления органических веществ толщиной около 50 нанометров. После этого наносятся слои так называемого донора электронов, в качестве которого используют органокомплекс алюминия, сокращенно называемый Al-Q. В конце такого сэндвича из слоев идет катод, в качестве которого служит тончайший слой металла, например алюминия или смесь магния с серебром. Как вы видите, OLED-дисплей представляет собой некий бутерброд из нескольких слоев различных веществ, толщина которых варьируется от 50 до 100 нанометров, что делает OLED-дисплей крайне тонким. На самом деле сейчас появилось только разновидностей OLED-экранов, а также разные технологии изготовления, что просто голова иногда кругом идет. В некоторых экранах для улучшения качества изображения иногда применяют и дополнительные буферные слои или другие толщины слоев. OLED-дисплей сейчас развиваются настолько стремительно, что даже просто понять их устройство уже может оказаться довольно непростой задачей. Свет в OLED-экранах излучается так же, как и в обычных светодиодах, то есть между слоем дырок, так называемых, и электронов, в результате слияния тех же самых дырок и электронов в запрещенной зоне из-за эффекта так называемого PN-перехода. Преимущество OLED-дисплеев в том, что их можно сделать гораздо более тонкими, чем жидкокристаллические, и также из-за того, что они не нуждаются во внешней подсветке, тем самым экономя энергию. Также сейчас есть современное название AMOLED-экраны. Это означает, что у них есть активная матрица, то есть на каждом пикселе имеется свой транзистор, что увеличивает срок работы экрана и уменьшает деградацию слоев формирующих цвета. Также, например, название Super AMOLED Plus или AMOLED HD просто это маркетинговые названия, которые отвечают лишь за разрешение экрана и количество пикселов в нем. Базовый принцип, будь то Super AMOLED или Super AMOLED Plus или 10 Plus, на самом деле не особо меняется. Может быть только там какие-то небольшие технические изменения, например, добавление дополнительных слоев для улучшения контрастности или яркости. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, а если вы хотите узнать еще другие интересные факты или, например, информацию про химические элементы, советую подписаться на мой канал и поставить лайк, чтобы узнать еще много нового и интересного.